Шестеро молодых людей во главе с председателем общественного объединения Шанрак Мохамбетом Абжаном сдали в администрацию президента подписи свыше полутора тысяч человек. Люди эти как один против использования гептила, который применяется Роскосмосом при запуске ракетоносителей с Байконура. По словам организаторов акции, если опять реакция со стороны властей не последует, то антигептиловцы сразу готовы на объявление импичмента главе государства. Смысл где-то на задворках сидеть и проводить красивые митинги и получать отписки. К сожалению, у нас такая сейчас ситуация, что видимо кому-то из наших антигептиловцев, из наших неполучников придется какое-то время немножечко пострадать, но зато завтра у нас будет чистое небо, не будет нам на голову, извините, лить. Непонятно что. Стратегически это будет, наверное, правильнее. Мы будем все-таки пытаться месяц делать радикальные акции, месяц делать, пытаться прийти к консенсусу. Сейчас посмотрим, месяц поработаем. Если через месяц никаких результатов не будет и они не будут готовы с нами на круглый стол пойти, это означает, что нужно однозначно требовать ставки правительства и президента. Заявление серьезное при полном отсутствии каких-либо политических ресурсов. К тому же между антигептиловцами назрел раскол. Вот что пишет сегодня на своей странице в фейсбуке член антигептила и по совместительству глава столичных социал-демократов Асхат Рахимжанов. Сегодняшнее мероприятие по передаче письма с подписями президенту Назарбаеву против использования топлива гептил в Казахстане не имеет под собой никаких легальных оснований. Собрание группы неуполномачивало на это Мохаммед Абжана. Мы можем расценивать это только как самоуправство, наглость и провокацию. Видимо, есть силы, которые хотят дестабилизировать и разрушить группу. Официальное движение антигептил появилось в Астане сразу после летнего крушения российского ракетоносителя «Протон». Движение ратует за то, чтобы закрыть все российские военные полигоны на территории Казахстана, отказаться от размещения в стране банка ядерного топлива и свернуть проект по строительству атомной электростанции. Сегодня дело решилось без полиции. Обращение приняли и как бы обещали донести до того, кому оно адресовано.